В эфире телеканал Вайтон ТВ, программа «Тема дня», мы продолжаем выпуск. В предыдущей части нашей программы мы рассказывали о последних событиях вокруг ареста Ивана Голунова. И я анонсировал следующую нашу часть программы, в которой мы поговорим как раз о выпьющем случае с региональным журналистом, который арестован в городе Найчик. Арестован буквально очень похоже по такому же обвинению, как Иван Голунов. Ему подкинули наркотики, но в отличие от Голунова, за него пока что не встало горой журналистское сообщество, поскольку все-таки о нем гораздо меньше знают. На связи с нашей студией из Иерусалима политолог Авраам Шмулевич. Авраам, здравствуйте. Авраам, вы специалист по Северному Кавказу, вы отслеживаете там ситуацию, расскажите нам, что произошло. Да, по-видимому, российские власти решили применять этот метод подброски наркотиков вообще для массовых репрессий против неугодных журналистов. В данном случае, это произошло 6 числа, в субботу, Марченко Чесоков, он, во-первых, журналист, местный черкесский журналист, руководитель интернет-портала Хабза, это национальный черкесский портал, который посвящен вопросам черкесской культуры, истории, политики. Но, наверное, более существенное, что разозлилось, в том, что председатель организации, которая называется Демократический конгресс народов России. Она была образована в мае прошлого года, после того, как Кремль объявил о серии законов, которые практически прекращают изучение национальных языков национальных меньшинств Российской Федерации в школах. То есть, конечно, прекращается финансирование государственное, изучение языков, обтекаемо сказано, что они становятся факультативными. На практике это означает просто смерть национальных культур, это противоречит конституции, якобы федерального характера устройства российского государства. И представители очень многих национальных меньшинств выступили против. Вот черкесы, кабардинцы были одними из самых активных. И был организован комитет, демократический комитет народов России, который выступает, собственно, за сохранение российской конституции. За то, чтобы Россия, как положено ей по конституции, была федерацией. И несколько недель назад в Нальчике прошел круглый стол конференции на тему российского федерализма. Тоже, вроде бы, вещь вполне законная. В которой участвовали защитники журналисты из Москвы. И, в частности, одним ее организатором был Мартин Кочесоков, который говорил о том, что эти законы противоречит конституции России, что это приводит к тому, что национальные культуры по столу могут быстро, наоборот, даже не развиваться национальные культуры, языки и так далее. После этого к нему домой, к его родственникам, пришли люди, которые представились представителями полиции. И подружески ему посоветовали сбавить активность. Зачем? Затем в нескольких телеграм-каналах, которые связаны, по-видимому, с местной полицией, с местными властями, появились статьи о том, что Кочесоков наркоман, что он вообще не иностранный агент. То есть, буквально так вот это говорилось, что он работает на какие-то организации зарубежные. Извините, Моссад упоминался там, нет, Аврам? Моссад упоминался? Нет, но евреи упоминались. Там упоминался один известный московский, он сейчас живет уже за пределами России, специалист по Северному Кавказу, Денис Соколов. Он вроде бы русский, может, у него какой-то дедушка еврея есть, да, но он там был назван русско-еврейским националистом. А, ну все в порядке, то есть еврейский корень есть в этом. Да, таким словом нео-бундовиц, это вообще какая-то такая новое изобретение кабардинцев, кабардинно-балкарских правоохранителей. Да, ну так что произошло, как его взяли и что ему предъявили? Он возвращался с рыбалки, его машину остановили и в багажнике, между свежепойманной рыбой, нашли наркотики. Ну вот так человек про него пишет в газете, что он распространяет наркотики, он решил это сделать, доказать. Совершенно какое-то, видимо, такое извращенное чувство юмора есть этих кабардинно-балкарских ментов. Вот, два дня уже, как его расставали, пока он не встречался с адвокатом, о всем случае, об этом ничего не известно. Известно, что на его родственников оказывают очень сильное давление. Ну это простые, так сказать, провинциальные люди, живут в небольшом селе. Их убеждают, что если это дело спустит на тормозах, если они вообще не будут это сливать в прессу, то ему дадут солнечный сок и так далее. Но что пока происходит с ним, повторяю, неизвестно, оказывается на него давление или нет, в какой форме. Потому что никто его на протяжении двух дней до сих пор не видел. Поэтому выступили и местные журналисты, и черкесские общественные деятели, и в Российской Федерации, и за рубежом, с несколькими заявлениями о том, что это фальсифицированное дело. Потому что, думаю, нет ни одного человека, включая и кабардинно-балкарских ментов, которые верят в то, что он действительно наркоторговец. Вот типичный, что это нарушение свободы слова, что сейчас давление на черкесских активистов. Сейчас, насколько я знаю, готовится заявление, которое подпишут работающиеся за рубежом журналисты и кавказоведы, ученые, которые знают ситуацию. Начали постепенно московские правозащитники и журналисты подтягиваться. Иван Бабушкин, один из членов Совета по праву человека при президенте России, выступил с заявлением, требовавшим, как правило, называют это призволом, Максим Шевченко, такой известный журналист, который много пишет о Кавказе. То есть постепенно это дело начинает раскручиваться, и люди начинают понимать, что это продолжение дела Голунова. Если его не остановить, если не добиться сейчас свободы Голунову и Кочесокову, то завтра любой журналист, который позволит себе писать какие-то критические материалы, окажется в той же ситуации. У него найдут среди его домашних вещей, детских игрушек, корма для любимого кота или что-то мешок с наркотиками. Так любого человека можно посадить. Вот это, как мы знаем, любимая методика российских так называемых правоохранителей. Второе дело Голунова, Кочесокова, фальсифицировано. Он арестован за то, что отстаивает права черкесского народа и права других национальных меньшинств Российской Федерации. Те, кто хотят его посадить, они на самом деле являются государственными преступниками. Они нарушают не только уголовный кодекс, не только фальсифицируют дело, но и пытаются совершить Россию, по сути дела, государственный переворот. Россия – это федеративная республика, я как историк, как политолог убежден, что только федеративная форма правления может уберечь эту страну от распада на составные части. Все, кто сейчас арестовывают Кочесокова, по сути дела, закладывают бомбу под государственное устройство Российской Федерации. Авраам, получается, что сейчас ситуация упрощается. То есть не нужно нанимать киллеров, не нужно организовывать автокатастрофу, обращаешься к правоохранительным органам, само слово такое, правоохранительные органы, которые призваны охранять законы, охранять право в этом государстве. И они очень спокойно подкидывают человеку наркотики, и все, и дело началось, а начать дело гораздо легче, чем его потом закрыть. Это, кстати, относится и к Голунову, многие считают, что вот то, что его сейчас перевели под домашний арест, это уже победа. Мы как раз-то обсуждали сейчас с московским коллегой, что ничего подобного, это еще далеко не победа, то есть все еще впереди. То есть система продолжает работать против него, против таких журналистов, как в Нальчике, и система свое, так сказать, свое отрабатывает, отрабатывает очень хорошо. Конечно, на самом деле это, я думаю, следствие того, что денег у них не так очень много. Организация таких заказанных убийств делает достаточно дорогое, киллеру нужно платить, а тут есть у тебя полиция, которую государство платит. То есть они делают свое дело наркотики, оружие, сейчас тоже достаточно популярный вариант, подбросить патроны или какую-то гранату туда. Можно какой-нибудь чертеж подводной лодки из степи Украины, это уже государственные секреты никто не отменял. Ну и старая добрая технология убийства вождей под Кремль и так далее, я думаю, это тоже будет использовано в ближайшее время. То есть это то же самое, что было представлено, в какой-то момент большевики решили, ну зачем организовывать какие-то фальсификации и так далее. Можно просто человека арестовать и все, никаких дел. Мы когда говорили про дело Голунова, там допущен целый ряд процессуальных нарушений, так сказать, нарушен закон, не сразу ему не дали встретиться с адвокатом, не дали позвонить. Документ о задержании был составлен только через 12 или через 13 часов. И все возмущаются вот этим вот беспределом. Но то, что я сейчас услышал от вас относительно журналистов в Нальчике, то есть там по сравнению с московским делом, это просто беспредел в квадрате. То есть уже третьи сутки к нему не допускают адвоката, третьи сутки ему не дают связаться с семьей. И третьи сутки как бы неизвестно, составлены ли какие-то документы о его задержании. Совершенно верно. За это время можно поработать над ошибками, что-то там подчистить, протокол. На самом деле никто его не видел, за исключением тех ментов, которые его арестовали. Ни адвокат, ни родственники не было, ни звонка. Насколько известно, известно, что кто-то проводит работу с его родственниками, с его родителями. Они люди, которые живут в Кавказской провинции, достаточно уязвимы. Мы знаем массу случаев, когда люди в Кавказе просто исчезали. И тут наркотики – это еще самая мягкая вещь, которая может быть. Потому что все знают, что Кочесоков и другие черкесские активисты принципиально выступают против насилия. Но подбросить человеку гранату, потом сначала, точнее, прийти в дом, просто расстрелять семью, потом оставить там автомат и сказать, что это террористы, которые открыли первый огонь. Такое на Кавказе происходит сплошь и рядом. То есть, террор, который царит на Северном Кавказе, он на паре больше того, что происходит в Центральной России. Я думаю, что постепенно это будет распространяться и на всю Россию. Точно так же, как с подброской наркотиков и оружием. Сначала это было, опять же, на Кавказе еще 10-15 назад. Теперь это стала практикой по всей Российской Федерации. То же самое будет здесь. То есть, давление на родственников, что еще в Москве бывает не так часто. Мы не слушали, что к отцу или родителям Голунова приходили менты и начинали им угрожать, или проводить с ними, как они говорят, разъяснительную работу. На Кавказе, повторюсь, с тем же марцем, как и часок, это происходит прямо сейчас. Поэтому, действительно, очень важно выступить его защиту и добиться... То есть, это, получается, принцип бегущей волны. То есть, то, что в Центре происходит как бы плавно, то, чем дальше от Центра удаляется эта волна, тем больше резонанс, тем больше она поднимается, и тем больше диспропорция, тем больше уродство принимают действия правоохранительных органов. Потом это становится системой. Правоохранительные органы учатся, отрабатывают методику, потом ее распространяют на всю страну. Вот так вот, собственно, цирок начинался и в Сталинске времена, и в времена большевиков, так он начинается сейчас. Да, спасибо. Спасибо, Авраам Шмулевич. Мартин Кочесоку, журналист из Нальчика, продолжает оставаться не под арестом, а задержанным. То есть, у него нет статуса арестованного. Вообще непонятно, какой статус. Его задержали, ему инкриминируется распространение наркотиков. Да, простите, что вы говорите? Вроде бы сейчас его перевели в СИЗО, в другой район, но, опять же, это не точно, это какие-то слухи, которые есть. То есть, официальных документов, официальных заявлений нет, человека взяли, человеку инкриминируется распространение наркотиков, классика жанра, наркотики у него нашли, сделали ему, делали ли экспертизу, проводили ли экспертизу, никто не знает, но, тем не менее, человек сидит. Аврам Шмулевич, политолог, спасибо большое, дорогие друзья, программа «Тема дня». Переходим к следующему айтему.